И глядя на этот начинающийся покой, И вам самим хочется успокоиться. Антон Павлович Чехов. Цветы. Запоздалые. Ну что, а теперь записываем домашнее задание. Дома вам нужно будет написать сочинение на тему «Если бы я был президентом». Кстати, а напомните ко мне, кто такой президент? Президент – это самый главный человек в стране. Карен, ну почему ты всегда с места выкрикиваешь? Да, действительно, президент у нас глава государства. И можно сказать, главный человек в стране. Ты прав, Карен. Так что дома напишите мне сочинение на тему обращения президента к народу. Только сильно не увлекайтесь. Я же вас знаю. Все свободны. Настя, ты знаешь, что муж сочинения написал? Нет, я так не знаю. Я ведь никогда президент не была. Я тоже хочу, очень хочется. Я когда выросла, стану президентом. А ты не знаешь, куда надо поступить учитель, чтобы стать президентом? Нет, не знаю. Но я, наверное, никогда президент не была. Угоди. А давай я тебя к себе на работу возьму. Будь секретарем президента. Что делать секретарь-президент? Ну там бумажки на подпись приносит, чайка, в печенюшки таскает, когда разные министры приходят. А, ну тогда ладно. А то я думала, что там что-то сложное делать надо. Ну чего я не имею? Вот ли здорово. Ну давай машину ждать. Сейчас что-нибудь писать в вашем сочинении? Давай. У меня даже блокнотик есть. Карель, ты решила стоочку подсевать? Все вопросы через него секретаря. Да-да, я к себе. Да, ну. Освободите место для президента. Уходите, уходите. Рэн, ты сегодня в футбол пойдешь играть? Отправьте заявку моему секретарю. Сдаем сочинение. Надеюсь, вы хорошо постарались. И читать будет интересно. Все свободны. Харан, а ты почему не сдаешь? Жду, пока подойдет секретарша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова